Здравствуйте, товарищи люди, леди и джентльмены. Раньше, когда человек сидел и нифига не делал, он протирал только штаны. А сейчас еще и экран мобильного телефона. Дед с внуком читают детские библии про ноевковчик. Внук спрашивает. Дед, ты же старый, а ты был в ноеверном гофчике? Дед говорит, нет, не был. Внук говорит, как же ты тогда не утонул во время потопа? В хованских гостях у деда Петрухи. Дед Петрухов говорит, а вы возьмите еще кусочек мяса? Хованский говорит, да я съел уже две штуки. Дед Петрухов говорит, вообще-то четыре, но вы ешьте, ешьте, кто же считает? Да езжи. Директор мясокомбината вызвал начальника охраны. Усильте охрану, чтобы никто не воровал колбасу ж нашего склада. Подчиненный говорит, устилили уже. Вот на проходы надо бы поставить еще одного, чтобы через проходную не выносили. Начальник говорит, э, нет, наши работники знают, из чего наша колбаса и воровать не будут. Сидит новый русский меломан и слушает музыку. Приходит его жена и спрашивает, а чё это ты слушаешь? Тот говорит, симфония Чайковского? Правда великолепна? Жена говорит, а чё на пластинке написано? Лед Дзеппелен? Мужик говорит, вечно я их путаю. Экзамен по химии. Уже ясно, что студент завалил экзамен. Кто-то из комиссии шутку спрашивает. Скажите, пожалуйста, формулу газированной воды. Студент со злобой в голосе. Вам сиропом или без? В России система распознавания лиц плохо работает по понедельникам утром и особенно после длинных праздников. Постоянные покупатели магазина принадлежностей для рыбалки знают друг друга также по клубу анонимных алкоголиков. А кто, а кто это здесь? Перегар выдал агента 007 прямо невидимой машине. По городу ехали запотевшие стёкла. Бабушка с очень плохим зрением забыла о том очки и по ошибке забрала из садика сторожа. Запись из детской медицинской книжки для планового медицинского осмотра. Слова папа и мама произносят плохо. При падении уверенно материться. Подписываемся, кликаем на колокольчик, выбираем опцию «Смотреть все».